Ола, ребята! Всех приветствую на своём новом влоге! Сегодня суббота и время 7 часов утра, я уже не сплю, и это странно, потому что сегодня мы с подругой выезжаем в Порт-Авентуру, это один из самых крупных парков-аттракционов в Европе, поэтому я уверена, что видео получится интересным, насыщенным. Во всяком случае, я постараюсь, постараюсь подснять все горки, на которых мы будем кататься. Вообще, насколько я помню, я ездила в Порт-Авентуру один раз, мне было лет 12-13, я помню, что там много интересных сцен, как в Диснейленде, какие-то диснеевские персонажи, там есть, по-моему, дятел от Порт-Авентуры, в общем, есть красивые такие пейзажи, поэтому я вам всё подсниму, пристегните ремни, будет интересно, я поехала за своей подругой, и мы будем поезжать в сторону Барселоны. Погнали! Идёт, идёт моя красота. Вот мы встретились с моей красотой, она сказала, что она взяла много, но у меня точно такая же, чем одна. Мы едем на одну и ту. Чтоб вы поняли, на одну ночь девушкам нужно, ну, где-то. Поехали! Мы выезжаем, нам ехать 4 часа, я уже посмотрела отель наш, так что пожелайте нам хорошей дороги. Ева запаслась, Ева у нас всегда, Ева идеальный человек, чтобы брать путешествие, у неё всегда есть еда, поэтому не переживайте за меня, я не пропаду, с голоду не помру. Всё, мы поехали. Блогеры. А, ты как Белла ходит из этого. Ты видела? Тебе как, вот так вот, или вот больше сбоку? Как хочешь. Давай, ладно. Можешь просто издалека подойти, и я скажу что-нибудь, что... Давай, ладно. Подходи. Подожди, я сейчас разберусь. Не идёт? Ну что, ребята, нам осталось ехать полутора часа, и мы уже будем в Порт-Авентуре. И наша остановочка сопровождаются перекусом. Оля-ля. Боже мой. Как всё... Как всё... Здорово. Очень ппп. Красота-то какая. Помимо кордал. Наше кофе-битие. Трассы. Да, прости, сори. Залезай! Да наверх залезай! У-ху! Мы в Порт-Авентуре! Друзья, как наёс? Ну всё... Нас заселили. Мы идём за нашими чемоданами и будем заселяться. Пошли с собой! У-ху! Нашля не слушают память! Как тепло будет! Будем купаться! Вот бы у нас вид выходил на бассейн. Вы готовы к действиям? Да, капитан! Это красный. Нет, тогда я уже играю. Всё, я выбираю. У меня аж выдохнула ты. Погнали. Сразу распаковка? Нет, давай так сначала поверх. Блин, а как цвет в основном? Его нету. Мне плитка не нравится. Тут очень жарко. Блин, что за кровать? Как цвет? Цвета нет. У нас, конечно же, вид на бассейн, ребята. Вот бы у нас вид выходил на бассейн. Вау, Маш, спасибо тебе! Практически вид на море. Примерно. Чудесно. Ладно, что имеем, то имеем. Но почему у нас две кровати, когда на струне? Ну, я думаю, они имели в виду, что каждая будет спать на... По парочкам. По парочкам. По парочкам. Ну она, видишь, она без ручек, то есть это как стена. Да, но как-то она не вызывает доверие. А что если с той стороны есть ручка, а с этой нет? Да, блядь, хотела? Да, не-не-не. Я... О-о-о! До свидания! Ты встал на саду. Она не встает. То есть, посмотри, подожди. Я не засну. То есть, если мы одновременно с этой стороны открываем дверь, и они с той, то, получается, мы можем друг к другу сходить. Понимаешь? То есть... Это ужасно. Давай вообще проверим, может, там у нас никого нет. Да, давай постучим и узнаем. А может, они хорошие люди. Сейчас подружимся с ними ещё. Чтобы вы понимали, приключение начинается и без парка аттракционов. Мы нашли аттракцион уже здесь. Я выхожу из туалета, и она орёт. Я застряю. А, там нет ручки. Там нет ручки. А, ладно. Ветер, конечно, сегодня очень сильный. Надеюсь, нашу кабинку на какой-нибудь горке просто не оторвёт. С нашим видением. Я прям представляю, мы на горке. Мы уже готовы выходить в парк, но, правда, сегодня на улице ужасный ветер. Поэтому я действительно надеюсь, что нас не унесёт никуда. Но достаточно тепло. 25 градусов на улице. Только посмотрите сзади. Просто буря. Ну что, наш поход в парк начинается с того, что у бедной Евы началась аллергия. И она побежала в аптеку. Мы доехали до аптеки, поэтому сейчас мы закупимся всем нужным. И уже отправимся в парк, потому что время полтретьего. А мы ещё не прокатились ни на одном аттракционе. А вот она идёт. Ну что, мужа, в Порт-Авентури. Погнали! Погнали! Первый аттракцион на сегодня. Вот такой вот. Вот так выглядит очередь. Посмотрим, сколько по времени это займёт. Ну что, спустя 6 минут мы, кстати, уже идём к нашей штучке. Опробуем первый аттракцион. Но он, на самом деле, кажется достаточно спокойным. Поэтому, я думаю, тут не будет весёлых эмоций. Начало неплохое, так скажем. Какой аттракцион? 5 из 5. 5 из 5. Отлично. Идём дальше. Следующая горка, на которой мы хотели прокатиться, к сожалению, не функционирует. Идём дальше. Ну а мы, конечно, повелись на коммерческий ход и решили сделать такие фотографии и разыскиваются. У-ля-ля, кто-то такая преступница. Мария Евгеньевна. Разыскивается. Ты, Мария Евгеньевна, вы рады? Ш-ш-ш. А, простите. Вы рады, что вас разыскивают целый миллион долларов? Или это мало? Да, потому что эта крошка стоит миллион. Наш следующий аттракцион выглядит примерно так. Пока что мы не дошли до страшных горок. Пока что мы на детском уровне. Вокруг нас дети 5 лет. Ну всё, а тут какая цепочка у нас будет. Перескази говорит Ева. Могли бы подольше покататься, честно говоря. Мне кажется, мы очень долго ждали, чтобы эта карусель заполнилась и очень быстро прокатились. Смотрите, это главный символ парка. Это вообще дятел или утка? Это дятел Луди или утка? Здесь есть куча сувениров с этим персонажем. Как вся твоя жизнь. А на этом кадре сзади меня вы можете видеть, наверное, самый страшный аттракцион лично для меня, на который у меня пока не хватает смелости. Это свободное падение 86 метров. Я пока что не рискую, поэтому мы пошли на американские горки, причём достаточно спокойные. Хотя, судя по моему выражению лица в следующем видео, мне всё равно понравилось. Блин, это было жёстко. Но это достаточно долго. Это золотая. Ну всё. Ева, оцените, пожалуйста, аттракцион. Пять из пяти. Мы оцениваем каждый аттракцион. Это пять из пяти. Хотя мы ещё не катались на самых жёстких. Ну а вот и они. Это визитная карточка Порт-Авентуры, или две самые жёсткие горки, о которых я говорю до этого. Первая красная горка Драгон Хан появилась здесь раньше, и на ней целых восемь мёртвых петель, что, по-моему, является рекордом. А вторая Шамбала долгое время являлась одной из самых высоких горок в Европе. Пойдёмте опробуем. А за моей спиной одна из самых высоких горок этого парка, именно Порт-Авентуры. Хотя не так давно здесь открыли Феррари-парк. Но на этой горке я не прокатилась, когда мне было 12 лет. Поэтому надеюсь, что мы... Я, кстати, не понимаю, они открыты, закрыты, потому что никто, по-моему, на них не катается. Но если открыты, то мы должны туда попасть. Единственные горки закрыты, потому что сегодня очень ветрено, и они зависят от ветра. Поэтому я очень расстроена. Мы сюда вообще ради них приехали. Лично я. Ну, что поделать, придётся вернуться снова. Посмотрите, какая она высокая. И, видимо, последний аттракцион на сегодня будет такая лодочка-маяк. И оценка этого аттракциона... Ну, и пяти-пяти. Ну, тут я пяти-пяти, наверное, не поставлю. А мы так ветрами-то не прикольно покупала. Сегодня мы заканчиваем, потому что парк закрывается в 6 вечера. Поэтому все аттракционы уже закончили своё функционирование. Завтра мы сюда вернёмся. Мы уже пришли в номер. На улице закат. Мы пойдём собираться на ужин и будем сегодня отдыхать. Кажется, ветер подутих немножко. И девочки тут собираются. Небольшой шланг или пятный. Ну что, мы уже выселяемся. Время 9 утра. Сейчас побежим позавтракаем и в парк, чтобы успеть ещё на чём-нибудь покататься. Так что пожелайте нам удачи. Очень надеюсь, что мы сможем покататься на этих высоких горках. И хотя вчерашний ужин я снять не успела, потому что была очень голодная и сразу всё съела, на завтрак мы пришли в то же место. И я сейчас о нём вам расскажу. Здесь очень миленько. Это вегетарианское место. Но еда очень вкусная. Вчера мы сюда приходили на ужин. И, честно говоря, я брала лапшу с курицей. Но курица была из мясозаменителя, так скажем. И я даже не заметила большой разницы. Поэтому очень классное место. Мы решили сюда вернуться на завтрак. А на завтрак у меня был хлеб-бриош с рикоттой и зеленью. И на самом деле я не любитель таких альтернативных завтраков. Я люблю яичницу, но этот был вкусный и питательный. А дальше мы уже отправились в парк. Ну что, мы второй день в Борт-Авентурии. Пока что новости хорошие, потому что горки работают. Так что мы сейчас пойдём проверять. Боже мой, это самая прекрасная часть парка. Только посмотрите, как тут всё мило. Я как будто попала в какой-то мультфильм. Это очень мило и красиво. посмотрите, какая тут прелесть. А мы отправляемся на вот эти горки. Идём туда. Но там я точно не смогу снимать, поэтому покажу вам, как катаются другие люди. потому что там нас точно заставят всё снять, всё убрать. Не знаю, сколько там, кстати, несколько, вот это называется, как мёртвые петли. Здесь тебя переворачивают вниз головой. Но явно у меня уже такой запал. Как раз таки, чтобы не потерять все свои вещички на этих сумасшедших горках, можно оставить свои вещи в таких шкафчиках. Очень удобно. Ожидаем посадку на первую горку красную. А ещё для самых непонятливых сделали такой стенд со всеми вещами, которые когда-либо упали с этой горки и не выжили. Поэтому у меня видео не будет. Мой телефон остался в целости и сохранности. О, настала наша очередь! Вам страшно? Нет. Мы, боевые девчонки. Мы погнали, пожелайте нам удачи. Я надеюсь, всё пройдёт успешно. Ну что, мы только что вышли, и это было что-то с чем-то. У нас у всех подкашиваются ножки. Мы орали, как сумасшедшие. И, честно говоря, у меня даже рот пересох от того, насколько мы там кричали. Но это того стоит. Мне кажется, у меня просто выброс адреналина был сумасшедший. Если вы когда-то сюда приедете, обязательно попробуйте. Это того стоит. Очень круто. Чуть-чуть попозже мы пойдём уже на белую горку, которая является одной из самых высоких горок в Европе. Но это было круто. После этой сумасшедшей горки мы решили просто прогуляться, пофоткаться, потому что здесь очень красивые локации. Везде какой-то праздник, везде музыка, танцы. Поэтому решили просто чуть-чуть передохнуть и посмотреть, что тут есть красивого и сделать красивые фотки на память. Отдай девочке её шапку. Бежим отсюда! Как я и сказала ранее, прежде чем пойти на следующую горку, мы решили немного отдохнуть, добраться сил и прокатиться на паровозике. Если честно, у меня этот паровоз вызвал такие приятные воспоминания с детства. Я постоянно ходила в детский парк с бабушкой и каталась там на паровозе. Но этот порт Авентури очень классный тем, что он проезжает все зоны парка. Соответственно, ты можешь посмотреть всё со стороны, не нужно никуда ходить. Например, сейчас мы проезжаем в зону этих самых высоких горок. Это зона Китая, и здесь даже можно увидеть панды на фоне. А также в парке есть ещё четыре зоны. Это зона Мексики, Дикого Запада, Полинезии и Средиземноморья. Мне кажется, идея очень удобная. Дети в этом паровозе были просто в восторге, потому что я понимаю, что с детьми там передвигаться очень неудобно. А мы набрали сил и пошли на самую-самую страшную горку парка. Вместе с полей мы прокатились на спокойном поезде. И теперь мы отправляемся на самую высокую горку в парке. Вот эту беленькую, синенькую. Хотя она не самая высокая вообще во всём комплексе, потому что здесь есть Шопер Али-парк. Но порта Виктория она самая классная. И когда мне было 12 лет, я на ней не прокатилась, потому что струсила. Поэтому сегодня цель исправить этот гештальт и прокатиться. Вы готовы, дети? Ну что, мы ждём очередь на самую страшную горку. Желающих на ней прокатиться достаточно много. Но мы отстоим. Ну погнали на загрузку. Погнали! Следующая загрузка и мы погнали. Тут будет другое крепление и мы уже думаем, как погибнуть из этого всего. Омек. Омек. О. У меня просто утипут слёзы. Это было что-то с чем-то. Но на самом деле я очень рада, что мы сходили и выполнили план максимум. Очень крутая горка. Тебя поднимают на высоту и получается ты с неё летишь. Это было вау. Я даже не могу по-другому описать, потому что это просто невероятный выброс адреналина, эмоций. Фу, у меня трясутся ручки. Очень классно. А на этом отрывке, к сожалению, абсолютно не слышно то, что я говорю, потому что умная Маша встала прямо около колонки. Но я рассказываю о том, что очень рада, что сделала две эти горки, что моя команда тоже справилась с этой задачей. Никто не струсил, никто не растерялся. В итоге все были горды собой, все были довольны. И на этом наша поездка заканчивалась. Ну что, мы уже выходим из Порт-Авентуры, тут заканчивается наше путешествие. Мы пойдем в сторону машины и будем отправляться в Аликанте. Нас ждет еще четырехчасовая поездка, поэтому я надеюсь, что видео получилось интересным, увлекательным, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Отправляю вам дос бесос и всем адьос! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...